Так, ну что, все, после сытного обеда, по закону Аркимеда, надо в озеро вскупануться. Ой, прям волнушка мягкая, ой-ой-ой, балдеж, балдеж, красота. Парочка такая вышла на берег к людям, дать ей что-то покушать. Да, ну немножко, там нормально, если оттуда видно. Было бы хоть чуть-чуть ближе от нас это озеро, по часу бы ездить. Гал, тебе их два поезда менять надо, великова? На машине поезда? На машине сколько тебе ехать? Посмотрела? Три часа. Давайте их следующим, который опять тут встретимся. А нет, два часа. В другом городе уже, да? Да. В Серьмеоне можно встретиться. В Серьмеоне. В ДВЕРЬ. В Серьме. В ДВЕРЬ. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сейчас посяду на первый попавшийся поезд, который едет на Турин, и домой. Полтора часа проехала, и там еще полчаса до Новорос. То есть в Милане многообразие домов, как от самых модерновых, так и до самых хилых избушек. Туда я ехала по одному билету на двух поездах, и у меня ни разу не проверили. Никого я не видела из компостеров. И сейчас я тоже буду ехать на двух поездах по одному билету. Видела, кто проходит, билет проверяет, но он не проверял, почему-то у нас. Бардак. Мы еще не доехали до главной станции. Мы остановились на одной станции перед нашей конечной. И уже минут 15 стоим, представляете? Пропускаем, видать, кого-то. Бардак, он и есть бардак. Видите, сидят, возмущаются. Уже кто-то вышел даже. Мы не едем до сих пор. Мало того, что еще этот поезд, он пришел с опозданием в 35 минут, представляете? Пришел с таким опозданием. И уже сидим минут 20. Люди ходят туда-сюда. Одна женщина вообще вышла. Но она, видать, из Милана, и, наверное, сейчас садит на такси куда-то и поедет. Садит к себе домой. А мне надо на центральную станцию, блин, елки-палки, чтобы сесть на свой поезд. Буду сидеть до последнего. Тут люди есть еще, сидят в моем вагоне. Блин, приключения сегодня. Мужики начали выходить, курить. Блин, воняет. А здесь еще кондиционер не работает в этом поезде, в двухэтажном. В том, в котором я ехала туда, там был бы допотопный поезд, но там хоть кондиционер хорошо работал. А здесь вообще жарящая такая, пекло. Блин, и двери между коридорами не закрываются. Вот вагоны и коридор, видите, там не закрываются двери. Там бурят, а люди там курят. Мужики нервничают, курят. И я сажу, мучаюсь. Вот еще удар, еще и воняю. Когда поедем в Ёлки-Палки? Не скучно. Одни эмоции. Одно хоть радует, что поезда на Турин, они часто ходят. По-моему, каждые полчаса, если я не ошибаюсь. Так что на один из них я тоже не сяду. Мне главное добраться до центральной станции Ёлки-Палки. Ура! Поехали! Ну все, наконец-то. Доберусь я тут до центральной станции, до этой... Это Милан-Ламбрати станции. А мне надо Милан очень травить. Блин, из-за того, что поезд с большим опозданием приехал в Турин, ой, блин, в Милан, я чуть-чуть, я не успела на Туринский поезд. Представляете, я только вышла с своего, и тот поезд уехал на Турин. И теперь мне надо ждать полчаса, охренеть, блин, до следующего Туринского поезда. Вот так вот, бардак, в Италии тоже бардак. Вот так вот, ждешь полчаса, а они бац, и написали пять минут с опозданием. Надеюсь, не добавят минуты опоздания. Все люди, которые ждут и смотрят на тепло, все ожидают именно Турина, потому что для всех городов есть номера, а вот именно где нет номер Перона, это именно на Турин. Йоуке-пауке. Бардак, итальянский бардак. Пришел поезд, наконец, ну офигеть, сколько народу. Я так думаю, светящего места для меня не найдется. Буду стоять полчаса. Нет, я соврала, для меня было свободное место. Есть еще места, короче. Офигеть, наконец-то, поехали. Сейчас пока вы не сняла, а еще минут 15 пройдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok